Ну что, про Сукхот вам что-то рабреца рассказал? Теперь я сейчас его на усилящем положении Ну что, hello everybody Hello! Значит, Сукхот праздник такой Виленский Гаон говорит такую вещь, что Сукхот это самый сложный праздник во всём календаре У нас только что был Ямкипур и тот, кто выдержал пост у него может возникнуть взгляд вопросов по данному сказанному Виленскому Гаону потому что ты сутки не ешь, не бьёшь и тупо молишься и только скишь Единственное, что с него можно сделать спать или молиться И вроде бы не очень просто Виленский Гаон говорит, что самый сложный праздник во всём Елиейском календаре Я даже знаю почему Ладно, у кого кроме Жур есть и почему У меня У меня Потому что построится у Уреэль У меня Уреэль Уреэль, давай Они все рядышком Они все рядышком Это молись Это снова молись И все молись Сухот обычный Сухот обычный Не в моей аудитории Не в моей аудитории В другой день Вечень Вечень Короче Давайте Почему сухот самый сложный праздник в мире Все это пошло? Правда? Значит так Почему самый сложный? Потому что надо радоваться Потому что надо радоваться Что значит если в вторе написано весь сухот Сухот надо радоваться Это значит что сухот идет 7 дней Это значит что все 7 дней От момента Вторника В воскресенье вечером До воскресенья вечера Надо вот тупо радоваться И одна секунда Когда ты Одна секунда Такой только проснулся Такой блин Все То есть ты с сухотом уже чуть-чуть Уже на 100% его не сделал Это блин с никому говоришь Это самый-самый сложный праздник Потому что ну типа Просто это такой жесткий тренинг радости Вот То есть это первая такая идея про сухот И сухот вообще учит радость на все На все праздники И на весь иудеизм вообще Именно про сухот написано Что мы должны быть радостными И рамбл пишет в своих законах качеств Он пишет что все качества у тебя должны быть ровно в середине Кроме гордыни и гнева Они должны быть поменьше чем в серединах И есть одна вещь Как нужно все делать Нужно все мецводы Все что ты делаешь Все чем ты занимаешься Делать в радость Так восстанавливает рамбл Относительно Сейчас мне интересно Как восстанавливает рамбл Относительно Ну относительно Это все заповеди Вот Это как бы первая идея про сухот Теперь вторая идея О, переключается Вторая идея такая А ты можешь посмотреть Там видно где я сижу Идея вторая такая Вторая идея такая Начнем издалека Не так Не зря же шесть лет в художку Хотя надо красиво носить Ой Ого Шесть лет и ты так круто это делаешь Пум Так это что это? Мусорное вино Нет Типа стакан Да Допустим это стакан Половина половины Хорошо Особенно в сухоте Пока что он ничего нет Особенно в сухоте Значит теперь Вопрос следующий Вопрос следующий Почему люди сделали стакан И зачем он нужен Чтобы пить Для удобства Да? Для емкость Использую емкость Вот Стаканы вообще придумали Потому что из ладошки пить неудобно Так А так оно как бы сподручнее Супер Значит теперь В стакане получается Если мы все это разложим на этапы То в создании стакана У нас будет этапа Наверное три Первый это идея Первый это просто чистая идея Мне попить Так Потом дальше у тебя возникает план О том как же удобно попить Так Возникает план И ты создаешь стакан И вот сейчас это как бы цель Творения этого стакана Она завершена уже или нет Когда стакан создан? Ну пока не попил Понятно да Потом ее нужно заполнить Потом его нужно заполнить водой Да? Побить Там половину Нет полностью Вот так Водичкой там его надо заполнить Да? Если полностью Так он будет ровно 250 миллилитров Я проверял Ну мне пополнить Вот такой стакан Стандарт Вот Его надо заполнить А потом цель всего этого дверника Его надо Выбить И вот когда ты его выпил Это цель творения Как бы этого стакана О Стакан достиг в общем то То для чего он был создан Цель творения стакана Так Да? Экстремальный 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 радость А то есть стакан Сейчас просто сейчас Теперь у любой вещи в этом мире Она в общем то Работает точно так же Как этот стакан Все в этом мире сделано Для какой-то задачи У нее есть У этой вещи есть Этапы И ее создания И потом существования И есть конец Вот этого всего Выдвижника Когда этот стакан То есть он в общем то Дошел до той точки Как он должен был быть использован Так Теперь с суккот Идея такая Что есть Суккот это третий из праздников Таких То есть там есть три праздника Главные Да Это что? Это главные праздники Какие? Микикурс, Суккот и Песх А извини Все праздники главные Не-не Есть тройка такая Три праздника Которые евреи ходили в храм Парады Шипот Песов, Шипот и Суккот Правильно Точно Песов, Шипот и Суккот Это как бы три Первый это выход из Египта Второй это Что? Получение Тора через 49 дней И третий Это Суккот С первым праздником Связано что? В Песах В Песах Во время Песаха Как бы шел засев И по-моему Первые русские По-моему в Шипот Это все проработало конкретно А в Суккот Был сбор урожая То есть в плане Таком сельскохозяйственном Тоже Мы приходили То есть ты в Песах Начинаешь Закладываешь зерно В Суккот Это ты получаешь результат То есть Суккот Это с чем связано В общем то Если мы так пока что Издалека посмотрим С чем связана Эта радость в Суккот С тем что это Ты когда достигаешь результата Оно кайфово Да? То есть ты трудился Старался То есть тебя добивался И вот это в мировом В еврейском календаре Суккот Это цель всего То есть всего творения Тогда Что? Какое цель творения? Служить Богу Цель творения Это чтобы человек Объединился с Богом Так вот Идея вот этой Сукки Она именно в том Что ты находишься Находишься Ровно под Находишься в единстве Таком Ну то есть Суккот написано Что их ставят в память Об облаках Славы Когда евреи Можно видеть прямо В обнимку В обнимку Вот это Такие некоторые Например Схах И кольцо Под хупой Это происходит Под хупой Под этим Навесом Суккот Это то же самое Это Объединение двух душ А здесь Объединение Бога С еврейским народом В целом Ну и там же Идея вот этого Лава И четырех видов Весь Суккот Это идея Единства Когда мы приходим К результату У тебя было куча действий Ты пытался Достиг А результат Это когда Все это вместе Оно Скомпоновалось И соединилось В единое целое В этом Суккот Там постоянно Идея соединения И в молитвах Написано Что все евреи Соберутся в одной суке Когда придет муж ее И соединение Вот этих четырех видов Да Это еще такие Идеи Суккот То есть про радость Радость и единство Это такие основные Моменты Теперь Интересно Здесь еще Такая вещь Что Ну Эти праздники Три праздника Они тоже соответствуют Времени То есть У нас есть Прослое Настоящее Будущее И про Бога Мы тоже говорим Что он был Есть И будет Так Вот эти три праздника Песов Шивот и Суккот Они соответствуют Прошлому Настоящему и будущему Песов это событие Освобождение евреев Из создания их как народа До этого евреев не существовало Не выходит из Египта Но это событие Которое произошло Потом Шивот Это дарование Торы Но дарование Торы Происходит каждый день Так написано Несколько раз То есть Еврей должен учить Тору И каждый раз Когда он что-то новое изучает Но он узнает Он как бы заново Приобретает эту Тору И участвует В даровании Торы А вот это третий праздник Суккот В чем вот эта фишка Это вся эта радость Откуда она берется В том что Суккот это праздник о будущем То есть Суккот это Такой праздник О Это как бы Визуализация той конечной цели Которую в конце всего Вот этого Вот это вот То что происходит под солнцем То что в конце нужно достичь И когда вот это вот Абсолютное единство С Богом будет Достигнуть То есть это Такая финальная Конечная идея Суккота Вот То есть Радость Радость Со всех сторон По Сельскохозяйственным Это Время Сбора Урожая Время Время Результатов Когда человек Получает результат Он То есть Мы все стремимся к результатам Все ставим цели Все хотим этого результата И тоже Он является Концом Рошешена Йонкипур Потому что мы получаем В Йонкипур Это праздник Это праздник Искупление После этого Что Когда у тебя все хорошо И все Сросло Ты просто счастлив И тоже приходит Суккот Праздник Такой Чистой 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 Радость Единство С Богом Идея Значит Вот это мне понравилось Потому что Равашер Кушнев Говорит Про Он Говорил Такое Что Вход В Суху Это Выход Из Временного Постоянства Постоянную Временность Мы Живем В Ощущении Что Этот Мир Это Как бы Что-то Постоянное Что Вот этот мир Это и есть Бог Что Вот эта материя В которой мы существуем Это основа нашей жизни Мы в ней живем И она никуда не денется Но С другой стороны Как говорят факты Человек Однозначно про свою жизнь Может сказать только одну единственную вещь Это то, что он умрет Поэтому Вопрос о постоянстве Вот этого мира Этой жизни Очевидно Что Очень сложно назвать это постоянно Что такое праздник Сухоты Откуда вот эта радость Что это переход Из Иллюзорного ощущения Что этот мир постоянный В Состоянии И в ощущение Что этот мир По-настоящему переходящий И есть мир какой-то постоянный В который мы временно входим Вот в эту Сухоту Временное постоянство То есть на эти семь дней Мы временно Входим в зону В зону В зону другого Другого мира И то есть такого Поэтому мы переходим во временные Такие жилища Да Почему евреи живут в этих Сухот В таком шалашике По-моему Полуразвалины Что Потому что Как бы он показывает идею Временности Шалаш его надолго не ставит То есть человек Который туда заходит Он как бы чувствует Он видит да Что я по-настоящему в этом мире во всем Я в нем живу как в этой суке Сейчас мы ее поставили Сейчас есть какая-то Крыша То есть крыша такая Как просто Хофицхайм рассказывает К нему приехал Этот такой Очень небогатый Еврей И Хофицхайм был Главой поколения Предводителем вообще Всего еврейского народа Несколько книг Самую главную книгу Павла Шонара Самую главную книгу По всем Аллахот В общем по еврейским Так И к нему приезжает Такой бизнесмен из Америки И заходит к нему Забыл где он жил Заходит в Ой давай Я в Украине Значит Заходит к нему Ну а там дом такой Знаете Такой Он заходит Сюда И смотрит И просто шкафов почти нету И он сидит на какой-то просто табуреточке На такой То есть человек Глава просто Всего еврейского народа Который там Может что-то Ну то есть У таких людей обычно Не было проблем Там наладить связи с людьми У которых есть деньги Да То есть Ну и в еврейском народе Так вообще принято Да Что эти мудрецы Торы Им очень много Стараются давать Жертвы Но были много мудрецов Которые Да Которые То есть Есть и такие Есть разные подходы Вот Теперь он к нему заходит Смотрит Грубо говоря На земле сиди Воду пей И сейчас лифты Да Спрашивает Что происходит Почему Хоть шкафчик прикупили Он нам говорит Ты сюда Как ко мне сейчас приехал Говорит На Поезде Говорит А что не привез ко мне Все свои Из Америки Все свои Ну то есть он прилетел А потом Въехал на поезде Говорит Что ж ты мне Не привез с собой Типа в поезде Все свои шкафы Там Макбуки Да Ну типа везде Там с собой Еду Холодильник Что-то не берет Ну типа я тут проезу Ну я тут проезу Вот То есть это идея Суккот И это очень важно понимать Что мы в этом мире Вещь нифига не постоянная И чем человек четче понимает Что это мир вот такой И Ну просто я уже вам рассказывал За последние там вот Там Август За август что ли Или за июль Два человека Тридцать лет Вообще непонятно Да там У нее там ребенок Парень Парень вообще там Такой качок просто Такой очень классный Парень Вообще не Это жизнь просто Это такое Написано в дни нашей жизни Как проскакивают Как тень Теперь Если человек понимает Что вот эта жизнь это тень То есть он может почувствовать ту жизнь Которая То есть он понимает Что этот мир временный Он может сделать ставку На мир На который Можно Реально поставить Да Который не кончится Причем независимо Независимо от тебя вообще Это то есть идея Идея Суккот И Да Вот То есть вопрос Что мы оценим Как реальность То есть реальность для нас Будет этот мир Или тот Теперь немножко Если вглубь войти Есть такая тема Ну то есть Немножко В каббалистическое Такое наполнение Праздника Суккот Есть такая тема В молитве написано Что в конце времен Все евреи сядут В Ну вот этот праздник радости И так далее В молитве есть такие слова Что все евреи в конце Сядут в суке Из шкуры Видимо там схапывают Не знаю Из шкуры Левиатан 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 Какой-то О мой гон Похоже на твую бывшую Да? Некоторые рассказы Некоторые аллегории Теперь большой вопрос Нам нужно понимать Это нужно понимать буквально Или это нельзя понимать буквально Рамбом например Говорит что многие люди Которые многие вещи Ну то есть Бывает такое нередко Когда люди хотят Понимать те вещи Которые написаны Аллегорически Они хотят понимать их буквально Рамбом говорит что Эти люди просто вообще Обесценивают Тору И занимаются какой-то жизнью Вот Теперь Что про этого Левиатана Значит Это Такая штука Написано что Бог ее создал Когда-то еще Шесть дней творения Что-то по-моему Их было Что-то Я сейчас как раз Это и рассказываю Это Медраж То есть Нужно понимать Сейчас я просто Дам глубину этого Медраж И станет понятно О чем Медраж Вот Что Он И по-моему Их было даже что-ли Два Потом что-то Один был там Поставлен режим ожидания Вот как раз До тех времен Что там В общем Грубо говоря История такая Какие-то были Мол Огромные Водные Чудища Что-то такое Вот Теперь поскольку Медраж Мы обычно понимаем Аллегорически Это едва ли Буквальный смысл Что же это значит Аллегорически Теперь Если мы входим в слова То получается Интересная штука Что такое Вот это Имя мое Второе И Леви Это что? Леви Это колено Колено В смысле Как это переводится Кто это был такой И почему его так назвали? Это был Кто? Сын Кого? Сын Якова И Лей Сын Якова И Лей Значит Это был какой сын Номер четыре На этого четвертого сына Она сказала Что Присоединил Бог Мне тоже этого То есть К тем сыновьям Которые у меня есть Бог К ним Приплюсовал Еще одного сына Вот это слово Присоединение То есть Тоже идея единства Да? То есть Присоединение К Это Это Причастность Присоединение К Да? К большему Теперь Что такое Левиафан Да? Это некое Такое Нечто Сопровождающее Да? Сопровождающее Скажем так Да? Это как бы Если слово Левиафан Теперь Как звучит Кожа Левиафана Типов Из которой Будет Я серьезный друг Я просто пытаюсь Гуглить Что это такое Потом погуглишь Там Все что Картинки интересует Это неправда Такого нету Левиафана Потому что Чуть-чуть Читал Все Если есть Картинки Это уже Что-то из других Таких Микологий Последующих Значит Теперь Так Как это звучит Вот это Что мы будем сидеть В штуке Из шкуры Левиафана Как кожа На юрите Кто-то знает? Ор Свет Ор Супер Вот мы До чего-то Здесь начинаем Докапываться Теперь Мы будем сидеть В шкуре Ор Ор Левиафан Ор Может значить две вещи Или кожа Или свет Теперь Теперь Значит так Хорошо Так уже Пазл складывается Это свет Или кожа Сопровождающая Левиафан Это сопровождение Теперь До того Как Адам Согрешил У него Написано Что Когда он умер Адам Орешен Как раз В те же времена Когда вся эта заборуха была С Левиафаном В каком бы ни реле происходило Вот Что у него Даже после его смерти Его пятки Что такое пятки Самая Самая Низкая Материальная Толстая Грубая И бесчувственная Часть Кожи В человеческом В человеческом Во всем Человеческом Теле То есть Самая грубая Самая материальная Часть Можно По углям Бегать Есть люди Которые Сигареты Тушат себе В пятку Я думаю В пятку Пятка Это Материя Материя Это Кожа Теперь У Адама Что у него Даже после его смерти То есть Что это Он был живой После смерти Человек становится Еще более материальным Просто кусок мяса Так написано Что его самая материальная часть То есть Его пятки Уже после смерти Они светились сильнее чем солнце Так То есть это идея Его некоторой Сверхдуховности Так Это как бы Пятки Адама Мы изучили с вами Теперь И это И значит Что мы здесь видим Здесь В этом Мидраше В этой гаде Написано Что Написано Что кожа светится И то же самое было У Мошера Вейну Когда он Достиг очередного Левелапа У него началось Светиться лицо Так что на него Не могли смотреть Тоже его кожа Излучала свет Хорошо То есть мы разобрались с вами Ор Левиафан Ор Есть два обозначения Левиафан Это что-то сопровождающее Из этого будет сукак Идем Делаем теперь Шаг вперед Теперь у Адама Решона Кожа Пятки Самые материальные Оно светилось Теперь Адама Решон Он что? Он Накосячил Да? Он согрешил И после этого Написано Во многих книгах Что то что было Свет Слово Ор Свет Пишется с алев Алев это номер сколько? Один А слово Кожа Пишется с буквой Ай И это номер? Семьдесят Семьдесят Так вот Что такое один и семьдесят? Семьдесят один Нет Это в одном слове один В другом семьдесят Теперь что такое семьдесят? Чего есть семьдесят? Семьдесят Только тогда когда есть разделение Это семьдесят? То есть например Вавилонская башня Когда был спор Раздор Спор Раздор Между людьми Которые строили Вавилонскую башню Написано Всевышний их разбил на семьдесят народов Сейчас тоже грубо говоря Есть семьдесят Менталитетов Языков Языков Тогда же он создал семьдесят языков И написано Что тоже есть семьдесят ликов Которые То есть семьдесят ликов истины Да И есть семьдесят подходов Как можно посмотреть на одну и ту же вещь? С разных сторон С разных сторон С разных сторон Вот Семьдесят Он сразу схватывается Тора Когда падает Из высоких духовных миров В этот мир Она схватывается В семьдесят Лиц Это идея этого мира Один Это мир единства Семьдесят Это идея разделения Вот этого нашего мира Перенаписано После того как Адам Накосячил Вот это Алиф В его Написано Что то что было до его греха Это вообще было не в этом мире И это То есть это В мире Идея и замыслов происходило И он светился Теперь после того как он накосячил И он падает В материальный мир Что происходит Алиф Вот этот Единица То что было светом Заменяется на Айн На семьдесят И то что было духовным Становится материальным И в итоге Ор Превращается в Ор с Айном Превращается в Кожу В кожу Да Ну вот это идея Пятки светились У маршелеца светилось Вот это вся тема Теперь Вот в этот момент Ор Вот этот То есть кожа Это как бы такой Материально Материализированный Сильно Ухудшенный свет Скажем так Теперь А в чем идея Когда мы будем сидеть в суке В самом конце В суке Ор Левиафан Значит Что то что стало кожей Оно После прихода Оно опять становится Светом И получается Будет там В те времена Будет свет Свет сопровождающий Бога То есть это как бы идея суки То есть мы сидим В свете Который От самого Всевышнего У нас сопровождает То есть вот такая вот Поняли Такая штука С О Ор Да Свет Один и семьдесят Хорошо Вот это такая Небольшое углубление в слова интересные В общем то здесь да В Сухот То есть в итоге Сухот Это праздник результата И праздник радости Здесь входится несколько тем Например Вот это сбор урожая Мы уже сказали Ты сначала пашешь Пашешь В поте лица Ты вспахиваешь Чтобы заработать себе Копеечку Но покушать Но потом ты собираешь Вот этот урожай И просто сидишь И кайфуешь Вот это праздник Сухот Ты просто вот сидишь И балдеешь Да С того что ты заработал С того что ты доделал свое дело Достиг результата Это просто такой чистый кайф Когда тебе Больше никуда не нужно стремиться Просто все достигнуто Просто сидишь И балдеешь Под светом Под сенью Всевышнего То есть Йом-Кипур Это первый Урожайный такой Это сельскохозяйственный процесс Кончается Второй процесс Который кончается Это Йом-Кипурный процесс Процесс Искупления чуды После того как этот процесс закончен Мы счастливы Что мы вышли откуда Живыми Невредимыми Приговор был в нашу пользу И все классно То есть это тоже результат Вот этого судебного процесса И тоже он был бы у евреев В виде там Грех золотого тельца Немножко из этого грифа Еще что здесь есть Еще что здесь есть Окей Ну то есть вот такие два процесса Да? Ну как со стаканом То есть в сухот получается Весь мир он достигает Вот этой своей цели творения Но это опять же Праздник о будущем То есть это предвкушение Того наслаждения Которое будет в самом конце В самом конце дней Вот И что читают в сухот? Какую книжку? Есть особые книжки Которые читают именно в сухот? Сухотняя беда Да ну что читают Ты кстати знаешь что Я забыл Мне стыдно Ну давай Если бы даже взял эту книжку Да я знаю Тебе так понравилось Вот ты даешь конечно Это книга Давида Ууууу Нет сломал Куэлет 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 Экклезиаст Экклезиаст Проклизиаст Она называется вообще Куэлит Про что это книжка и какое отношение она вообще имеет Давайте сначала про что это книжка Эту книжку знают все по-настоящему Все ее где-то слышали в каком-нибудь фильме Фразы оттуда слышали все Это суета 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 С этого она начинается Время обниматься, время прерывать объятия Время собирать камни Время разбрасывать камни Это очень мудрая Цель расшелома есть три книги Все просто с запредельной абсолютно мудрости Одна из них Куэлит Но Куэлит она из них такая Мишлей она такая нравоучительная Широ Ширима она такая вообще Романтичная Иногда местами экстремально интимная И такая Возвышенная Песень Песень Песней Да это как бы песня Возлюбленного своей возлюбленной Или в аллегории бога к юристскому народу А Куэлит она такая весьма депрессивная На первых взгляд Просто такая странная Я даже долго думал Включать в тонах или нет Потому что было непонятно Ну там типа Ну вот эти все идеи я даже не знаю Может вам открыть Мир тлен Я перепробовал все удовольствия в этом мире Перепробовал все виды перов Удовольствия женщинами Удовольствия Я вижу что все это тщет И в этом мире ты ничего не можешь найти И готов Все кончается И все фигня И нет успокоения души И что бы ты ни делал Все кончится Наслаждение ты от этого не получишь Все что есть в этом материальном мире Оно просто Ну вообще все абсолютно беспонцово То есть там Я вам прям не то что Я вам так сейчас просто идею кинул А он там прям это доказывает И ты понимаешь И ты вот читаешь И понимаешь что в сериальном мире это очень плохо Так теперь вопрос Теперь суббот это праздник Просто архи радости Самый радостный праздник во всем еврейском Коиндаре Какое отношение Почему читают Пури А? Что пури 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 другое Пури 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 Это уже дробон И там нету Это вообще не емутов В общем Пури 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 Вообще Идею радости На всю туру учат из Сухота Почему Почему читают Коэли Сухота Самый радостный праздник Самая утопическая книжка Я думаю какую можно На контрасте чтобы было Чтобы был контраст Книга такая Праздник другой Если ты мне сейчас сказал Я вспомню Учитель Ученик приходит к учителю И говорит Хочу Рэбби Хочу познать Постичь мудрость Он берет его так за волосы И в бочку с водой А он там Захлебывается Захлебывается Почти захлебнулся Он такой Вытаскивает Ну когда ты захочешь Говорит мудрость И так же как ты там захотел Хотел дышать Тогда приходи На контрасте Так Подловил Значит Здесь Идея такая Что Что Да Я в общем-то эту идею сказал В самом начале Да То есть Суета Вся книжка Коэлит Она про этот мир Так А в этом мире Реально То есть Что ты не То есть Ты Покупаешь Бандит Бандит Это же отряд Сука строя Молодцом Хороший кадр Слово Бобом Сзади работника Мне очень нравится Копилка Копилка А здесь Прорабы Что есть В этом мире Ты как бы Покупаешь Новый какой-то Айфон Он скоро сломается И намного быстрее Чем он выйдет новый А ты будешь уже Среди А ты все еще будешь Среди тех Кто пользуется айфон Или продолжай Среди тех Кто пользуется прошлой Устаревшей версией И как бы И ну сегодня Это видно намного лучше Чем когда-либо Как бы в мире Фастфуда Фастфэшена Фаст жизни То есть И фастлав Это особенно Самая больная теньма Значит Сегодня Любая вещь Которую Человек как бы Только думает начать Он уже знает Что оно у него кончится Так И это как бы мир Это Если так жить То ты живешь в мире Страдания Потому что Ты знаешь Во что бы ты ни вложился Оно в конце придет в никуда А в конце концов Даже таким бы ты Позитивным классным Постоянным Не был Все равно Два На полметра И два метра В глубину Жизнь такая же Тоже все знают Что все умрут И два метра в глубину Вот я и говорю Так Это ряд позитивов Да В итоге все И в итоге все Будут лежать в коробке И Надеждой Так А в чем разница Ну типа фаст Все начинается И жизнь такая же Так почему это плохо Ну если мы знаем Что жизнь начинается И доканчиваться И так же как и любая Весь жизни Тоже она Мы знаем что она начнется И докончится Чем это отличается Почему это плохо Так Смотри Любая вещь Которая кончается Она приносит страдания Ты же Хочешь сказать Жизнь приносит страдания А что нет Смотри Это Откроешь Любого философа Знаешь Открою Я не знаю Шопенгауэра Тоже он писал Ты просто Какого человека не возьми Ты то болеешь Даже если у тебя все нормально Дети что-нибудь накосячат Или у тебя с деньгами Или со здоровьем Что-то не так В этом мире Постоянно Либо испытания Либо страдания Либо преодоления Не бывает что все срослось А если оно вдруг Все одновременно срослось То это быстро кончается Да Точно И это и то Если ты как бы Достаточно презентивный товарищ Если не достаточно То можно вообще Просто жить В жестком депресснике Семьдесят лет назад Убили хамелеонов Вот так За несколько лет То есть это мир такой Сомнительный Да Что-то более Удовольственного Так вот Почему Куэлли читают В Суккот Потому что Это как раз Куэлли говорит нам Про этот мир Что в этом мире За что-то не зацепись На что-то не поставь В какую корзину Ты яйца не сложи Все разобьется И все Все это бесполезное занятие Чтобы поставить Крепко И прочно Свою жизнь на что-то Нужно ее поставить На Бога Который находится Вне материального мира Который разлагается И уничтожается И который вечен Вот Да Это то есть Идея Суккот глобально И В общем то Основная идея Суккот Это объединение Да Объединение всех Евреев Объединение всех В одной сухе Объединение вот этих Четырех видов И То есть Под этим схатом И когда сидим Просто нужно почувствовать Вот эту временность В своей жизни Когда ты чувствуешь Что она где-то началась Вдруг что-то Ты вдруг появился Когда-то это закончится Можно как бы В своем сознании Выйти за рамки За рамки вот этого Существования Как бы вылезти Из животного Существования И попасть в какую-то В другую реальность И вот это место Реальной очень Огромной радости То есть это место Бесконечной радости И бесконечного Единства Почему я поставил эти фотографии Во-первых Это у нас уже экспириент Во-вторых 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 Ну если Вы не построите Суху То еще никто не сделает Потому что Осталась сейчас Только уже пятница В шаббат строить нельзя И воскресенье И Всех не то что Мы даже просим А просто Убедительно умоляем Помочь со строительством Сухи Ну очевидно Что мы будем строить ее Наверное завтра тоже Но как бы В воскресенье Вот на крыше Ну вот здесь Просто Убедительно умоляем Помочь со строительством Сухи Мальчикам Со строительством Да бонус То что все трапезы Бесплатные Тем кто помогает Девочкам наверное С украшением Да Это то что у нас было В прошлом году Ну и правда Из готовой Совсем уже нет А что парни не могут Украшать Могут Ну как то парня проще Стройцы делаются Украшать А если на стройку Не попало И на стройку быстро Вот Любка спойму Что бы у нас В общем Хочу что бы у нас Была Очень красивая Сухая Это у нас Ну у нас У нас У нас У нас У нас У нас Была Самая Красивая Суха В Москве Короче Суха В Меосе Меосе Сахабадский Большой центр Там Не представляете Туда заходишь Там не видно Ни конца Ни потолка Там Где то метров Я не знаю 5-6 Наверное Ёлки такие Просто лежат Т.е. высота Мне кажется еще больше Чем здесь А если туда А если Это не в Москве Это очень маленькое По сравнению с той А там ты просто заходишь И не видишь Где стенки Там несколько тысяч человек Сидит А в Одессе Они просто перекрывают Целую улицу Целую улицу Целиком Между домами Ставят эти балки И покрывают Все это делалось Все это делалось Все это делалось Все это делалось Класски Нет, тут класски Класски Вот ты сказал Что не видно Потолка Мне вспомнилась Какие сцены с Гарри Поттера Где они сидели И вверху только не было Свечили Да Вот Так что Я всем желаю Очень радостного праздника Сухот И сейчас Есть один Чтобы что Чтобы все пришли К результату настоящему Результату конечному А в результате всего Должна быть просто Нереальная радость Вот Так что Всем Всем абсолютно Счастливого Нового года И большой радости Всех ждем Все, спасибо Все за с тобой С тебя А? Суботу А